Чеком над мирным хвиле Сердце, как шалёно бей С разумелом подслужив Вем же, чуешь, что цоя Эй, закутка, трогодина Неща хвиля та зачина Моим счащим в цел на камень Целудкий швязь, здивённый танк Велька милощь, нету и вера Чи их цены не пытанас Целудкий швязь, нету и вера Велька милощь, велька хвил Велька милощь, нету и вера На завши АПК, выразно тут видимо, czyli Альфонс Кропка Поклевский, козел в короне Былым заскочённый, не видел, что в таком летах, в таком десятилетии можно узнать Такого знали Экс либрис Альфонса Поклевского, который был первым Поклевским, пудовником этого империума, который заслынул и в действиях Роси и Польски На певно, люди имеют сентимент до этой прешлости Как говорят о святности Поклевских, то там была большая, богата родина Велька милощь, конечно, люди любят этого слушают Часто видят, что затрагиваются перед этой табликой Поклевским Вообще, когда эту таблику замещено на здании нашего музея То приехало, наверное, 17 каналов телевизионных И было столько дженекарей, даже на никакой импрезе Так много таких дженекарей не было Было несколько представителей власти То есть тогда много говорили о Поклевских И тогда для меня это было очень радостным Таким моментом, что люди уже не говорили о чем Как о чем-то обычном Альфонс Поклевский был добровольно, как учитель Начал свою службу на Сибири в 1836 году При генерал-губернаторе по названию Горчаков в Тобольске Альфонс Поклевский Так как собе А потому что Альфонс Поклевский Кузел знал все на этих всех закладах И видел, которые из них Су наибарде, ну, скотечные А которые по каким часам можно Зликвидовать, то wtedy, когда Застал распространенный так зван указ Чили розказ цара Миколая Что можно отдавать в аренды Так звану в державы Купцам заклады То он поличил так спрытнень Что это очень полезно для него И тогда появился проблем В продаже Чили привозки Тей продукции Ну то и каким средством Не на конях Не на пехоте А только водой Статок Основа Поплывал по разу Року 1845 Станд Туром Потом Иртышем А потом Обем До Томска И в течение Одного так званого Сезону Року 1845 Зробил Превозки Товары До Томска И повернулся до Тюмени В этом году Року 1845 Заложил Поклевский Компанией Альфонса Поклевского Козел Чтобы Привозить Товары З одного места Казахстана Сибири До другого И можно говорить Поклевский Козел Можем привилег На будову На жеглуге Jest Пионером Жеглоги паровой На целой Сибири Купец Первой гильдии И в додатку Поле З крви и кости Это самое важное Заховался в Тюмениу Склеп, который Застал Выбудованный на взор Оказаных магазинов В Санкт-Петербургу На его Прикладе Заховался Заклады Желива И Железа И В значном стопне Причинил В том числе В конце 19-го века Альфонс Поклевский Козел Купил Заховался 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 и очень известный купец собрал подписи под просьбой поддерживать проект Богдановича, так называемого инженера на строительную коллекцию транссибирской. И этот проект был реализован. И как купец в летах 1981, который остался из этих первых, которые выражали такой замер, именно Поклевский Козел при открытии этой коллекции в Екатеринбурге премиал. В 1889 году открыли odcinek дороги kolejовой Екатеринбург-Тюмень. Колей пребегала dzięki Поклевскему через нашу вещ. Потом стала влочена до главной трасы Колеи Transsyберийской. Когда подъезжал поциог и затримывал себя на стации Поклевска, звонили один раз звонком. Наша стация была важным и dużым пристанком. З Екатеринбурга до Тюменя ехало się 17 годин. На дьвинг звонка wszyscy высадали с поциогу и шли на дворец. Пили с самовара пышную хервату и ели высьмините булочки. По 20 минутах прервы, когда слышали дьвинг двух звонков, не спеша, они встали и отъезжали дальше. Ну и та стация, которая в Талите стация Поклевска. И старые люди считают, что наши поколения должны сплатить дуг этим неприцентным и выбитным людям. Постарамся сделать все вместе с нашими детьми, молодым поколением Талите, чтобы снова нашей местности превратили название Поклевска. Он был первым человеком, который создавал музеум краюзнавчик в Тобольске в 1870 году и признавал большие финансовые, деньги на строение католических и православных для своих работников. Хотя Алфонс Поклевски был католиком, то не пресказало ему то в строении церкви православных. Робил то, бо был человеком толерантливым, с шаконку до людей. Для своих pracownikов, которых wielu было вызнание православного. Мусе zwrócić szczególную uwagę, что Поклевски так дбал о выстрюй церкви, что спровадил аж с Волох выбитных артистов, чтобы написали иконы для нашей церкви. До сегодня модлимся за Поклевских. Мешканьцы Талиты обронили церкви пред владзом советской. Никогда не была замкнена. Никто ее тоже не разградал, а не не знижчал. Альфонс Поклевский читал и мувил не только по российскому и по польскому, а легче даже и по немецкому, и по французскому, и навод по-ангельскому и по-латине, и был великим патриотом польским. Вот это был, кстати, человек, который спирал заслайнцев, который затруднял в своих закладах, в своих домах, давал им можливость вытравать в воронках, до которых не сон призвичайене. Возвращаясь, то есть магазины продукции поклевских проварок в Талитсе. То этот костюм был действительно таким автентичным, правдивым центром для полаков, которые здесь были засланы на Сиберию, или даже ци, которые приехали добровольно, здесь где-то там, но на самом деле был тем центром и духовым, и культуральным, и таким осьродком, который им вспоминал о их корzeniах. То так было на певне. Главными fundatorами этого костюма, будови костюма, была родина Koзеў Пуглевских. Ходжусь тут, в таких справах урзендовых, то часто есть такая реакция, что у меня прожадкови моих это тоже Полцы. Что например моя бабочка была Полком, или там кто-то еще из родителей. Так что шляд такой полский, тут в Тоболске, я думаю, что это большой. Когда слышишь, что кто-то себя призна до корzeni полских, то такие маленький промик солнца как бы впадал в то, что человек немножко так ускрежил. Всюду многих Пуглевских, которые мешкали в Талите, были те, которые жили до родины владителей, но в среде них Пуглевский козел Юзеф, сын Яна, Сервеча. Это совершенно другая гаунь Пуглевских козел. Это был очень барвный пуглевский козел, который был выслан на Урал. И стал выслан из Альфонса, который поддерживал всех Полков, но его название Поклевский Козио, ну, то прежде всего. Это был молодой чувак тогда. Мужчал быть с него, старый пан Альфон, садоволеный, сколько он очень быстро эвансовался. Диадек в 1983 году оженивался с привозной из Литвы Юлию Поклевскую Козио. Студ наш ойдец завсё се хвалиј, что ес фолблутем. Кто ве, ко то ес фолблут? Коњ цыстей крви. Диадек се доробиј дужего мајотку. Бардо шыбко стај се едным з гѓуњх пан Альфонсо. По смерти Альфонсо, шаде по ойцу обијј јден з синјв, Винценте. И, ве двойки, И они уже проводили это огромное предприятие. В 1895 году Винценте Поклевский-Козел выстроил этот пауз. Это было родственное гнездо Поклевских. Старые жители Талиты сказали, что здесь было 65. Инни говорили, что 80 wspaniaлых комнат. Было много специальных покоев для гостей. Сале баловые, концертовые и специальные покои для выпочинку. Латом, когда было тепло, красивая погода, въезжала вся родина. Приезжали сыновь Винценте, Станислав и Ян. Все отдыхали. Здесь была прекрасная природа. Ласы, прекрасная вода. Дуже половали, потому что ласы были pełны животных. Просто отдыхали целую родину. Талита явилась в рассказах, как, не хочу посадить, но такая краина вечной счастья. Что-то такое. В Талите, которая около 2-3 тысячи жителей, на начале XX века и в конце XIX века был хор козацкий, спроведенный через Поклевского. Был театр. Была возможность учиться хореографии, спеву. Отец, один и единый, при посилках пил в шкланце. Все пили обоятно, хорбат или мелько, или что там в филижанках. Для отца была шкланка. Потому что отец пил в шкланке, это российский обычай. В России все пили в шкланках. До этого империя можно залечить десятки закладов жилива и железа. Потом зло же азбесто, камени шляхетные, меди. Мели свой заклад, на котором вырабяно медь. И в најлепших летах Поклевцы Козелови, уважаем, историцы и науковцы, были богачами, маянцыми 30 млн рубли, если ходи о пенензе. А если обличить кошт их нерухомости, то та личба великоротни превышала бы те 30 млн рубли. Прошла революция. Поклевцы Козелови, все стреляли. Осидлили в мајтку, в остальном, по их джиадку на Белоруси. Отец наш згинул, арестованы и расстреланы через гестапо, за участие, а в общем организации Звязку Валки Збројной, еще АК не было. Потом снова Советы. И снова надо было выезжать из Вильна до obecной Польски. Если еще стабилизации было, то это тоже падало. что-то, 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 что-то может подсказать. Я очень рад, потому что когда мы были в интернете, который находится в доме Поклевских Козио, в этом интернете для детей, то тоже... Если бы вы не чувствовали, если бы вы показали, что все эти двери, все эти футы, все эти стуки на суфите, то все еще есть по Поклевских. Это все из них еще построенные элементы здания. Прежде всего это впечатляющее, не? И это служит этим людям. В Екатеринбурге, когда я ходила улицами города, то иногда я думаю, как много человек может оставить под собой следов, хотя так не видно, например, не написано на каждом из домов здесь что-то связано с Поклевским, но я ходила, то тоже так, часто так, гимназиум, даже это было два гимназиума. Один женский, там женщины помогали из родины Поклевской, и другой мэнский, наиболее реноменована школа екатеринбургская, и там память о Поклевских заховала. И Поклевцы тоже учили там своих детей. В банке, в котором Поклевцы тримали капиталы и были тоже прорезом Рады Банку, Винценте Поклевский, надал банк находится. В костельных домах, то мы, на счастье, мы костюм. Удано себя это строить, потому что старый костюм, в летах 60-х, который был высаден в воде. Это был последний в истории родины Поклевских костюм, который они и поддержали в течение многих лет, и который в целом выстроили. Костюм стоил Полкам 20 тысяч, 19 из них дал Альфонс Поклевский костюм. Родина Поклевских постановила купить для парафии, для его потреб, дом, в котором сейчас вмещается вся наша парафия, целый город, здесь есть парафиальное плебание. Мы можем увидеть дом сам, и каждый может увидеть и оценить то, что Поклевцы имели, а имели они 56 домов в целой России, 19 млн. Поклевский костюм. В доме Поклевских всегда происходило встречи Поляков из Екатеринбурга. Здесь были полные полиции, там разные такие импрызы. Поклевский костюм. Этот музей, один из самых старших в нашем регионе, на Урале, повстал еще в XIX веке и Поклевцы тоже брали участие в разных случаях связанных с организацией и повстанием музея. Например, мы коллекции «Всходные», для нас это очень ценное, но не так много музеев имеют такие красивые экспонаты. И очень много из этих предметов было приказано Станиславом Поклевским костюм. Это был один из сынов Альфонса Поклевского, младший. И он был знаным как дипломатом. В свою карьеру то скончил как министр в Румунии, и там был в Революции Пожарниковой, а в часах своей такой прекрасной карьеры то работал в Японии и в Персии. Иногда мне кажется, что это моя родина, потому что я так хорошо знаю, что там женщина была там, а она была такую свою историю, а там еще что-то. Трудно мне сказать, кто был такой интересный. Конечно, это Альфонс, который мне импонирует свою большую энергию. Что такой обычный человек, который в себе мешкал, на какой-то там в си западной, на самом деле он не был там никаких шансов. Да, так уж он был студентом Университета Вилинского. Ну а он выросил на подбой света и он действительно победил этот мир. Он действительно был генералом, он был миллионером, и он имел такую супер родину. И его жена, которая, как вы читаете, то, что он оставил, для меня это удивительно, то, что он написал о своей жене, что он все, что он имеет, все, что он вообще осуществлял, то для него сделал его жену. Деньги жене он только мог быть тем, кто он был. И было очень много тяжелых ситуаций, и он всегда приходил, как он написал, он приходил на помощь мне, мою любимую Анилю и так далее, и так далее. Музыка 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 и дать такую припустку на свет. Субтитры создавал DimaTorzok